Ежегодно в ноябре стоматологические учреждения проводят месячник здоровой улыбки. Цель инициативы – привлечение внимания к вопросам сохранения здоровья полости рта. Весь ноябрь посвящен месячнику здоровой улыбки. Но это не значит, что посвящать время нужно только в ноябре здоровой улыбке. Это просто очередной раз напоминание о том, что нужно помнить о здоровье полости рта. И обращаться нужно не только в ноябре, а, конечно же, круглый год. О том, что такое здоровая улыбка, сказано немало. Однако большинство обывателей по-прежнему считают, что ключевое понятие в данном вопросе – белизна зубов. Врачи не устают напоминать, это не совсем верный подход. Составляющих здесь намного больше. Здоровье рта – это не только зубы. Это здоровье периодонта, то есть ткани окружающих зуб, это десна, это слизистая оболочка, это даже кожа в области рта. То есть все это стоматолог видит, осматривает. И даже какие-то заболевания общие он может увидеть, которые проявляются в первую очередь на слизистой полости рта. Еще один момент, на котором акцентируют внимание доктора – онкологические патологии. К сожалению, полость рта также подвержена опасности их появления. А потому болезненные ощущения, уплотнение, сухость, кровоточивость, незаживающие раны, изменение цвета слизистых оболочек – все это должно насторожить и привести на прием к врачу. Эти признаки, если пациент находит у себя, лучше, конечно, показаться доктору. Это не значит, что это все плохо и развивается какой-то недоброкачественный процесс. После консультации соответствующих специалистов все решается, все лечится. И лучше это словить все на первых стадиях, потому что первая-вторая стадия поддается полностью лечению и выздоровлению. Посещать стоматолога для профилактики два раза в год или нет – решать, конечно, самому человеку. Многие к зубному врачу приходят только тогда, когда терпеть боль сил уже не остается. И если вдруг эта самая боль отпускает по пути к кабинету, то и маршрут может измениться. Однако доктора предупреждают – переболела само по себе, не значит прошло и излечилась. Нередко это признак перехода болезни на более серьезный уровень. Продолжение следует...